Всем привет, друзья! С вами Джокер. Вышло у нас обновление, друзья, и появился у нас строй у всех, наконец-то, я надеюсь. И, друзья, пришло время в нем разобраться. Попытаюсь я вам максимально быстро, максимально кратко и максимально ясно все объяснить. С вас же, друзья, естественно, подписка на мой канал, лайк обязательно, друзья, и комментарии, там, что вообще вы думаете об этом. Так, поехали, друзья, разбираться. Заходим, у нас у каждого есть плац, на плацу стоит флаг, и нам сюда вставили три... Три новых кнопки, а именно, обзор строя, строй и упражнения строя. Начнем. Упражнения строя это первое. Здесь у нас есть, видите, обзор вознаграждений. Это у нас руководство по наградам, которые вы можете заработать здесь. А именно, здесь у нас есть вознаграждение, нажимаете здесь, видите, есть бесплатная попытка. Так, я уже все потратил, пойдемте на ферму, покажу вам все наглядно. Так, друзья, все, мы на ферме, залетаем в строй. И здесь у нас есть, видите, бесплатная попытка. Жмакаем на нее, и нам выпадает навык. Синий навык. Еще раз нажимаем бесплатно. Ух ты, вот это нифига себе пушка, друзья, вылетела. Офигеть. Блин, это надо скриншотик бы сделать. Нифига себе, вообще неожиданно. Я вам, друзья, сразу же скажу, я у себя на замке открыл 10 попыток, мне такой хлам вылетел вообще. А здесь сразу такая пушка. Отлично. Так, и нажимаем еще одну. Здесь там еще один зеленый строй. Так, друзья, вот это вы то, что видели, то, что она вылетает. Здесь у нас есть руководство, обзор вознаграждений. И здесь видны все награды, которые нам могут выпасти. Здесь у нас также кавалерия, лучники, тележка и пехота. И здесь вот они, видите, есть максимальные уровни, например, 5, 6, 7, 8, 8, короче, позиций. И чем сильнее вылетит вам навык, тем он мощнее. И это руководство. Что здесь может вам выпасти? Пока что перевод какой-то корявенький, мне кажется, и что-то еще не до конца доработали, поэтому нет смысла сюда даже вникать. И я вам, друзья, объясню на простом примере, где вы можете понять, что это такое. Заходим, вот, например, драгоценный камень сюда. И вот вы видите, здесь у нас награды. Обзор наград, которые вы можете получить в руководстве. Так вот, это то же самое там, только для строя. Пока что он слишком мудренный, но суть у него такая же. Надеюсь, друзья, вы поняли, что я имею в виду. Это все, что вы можете там поймать. Итак, дальше пойдемте разбираться. Смотрим еще здесь, что у нас имеется. Здесь у нас улучшение сразу 10 штук. Здесь по одной и бесплатно. Это руководство. А здесь у нас уже строй. Это мы переходим в строй, который у нас уже вот здесь имеется. Вторая шкала. Просто эта, вот эта штука переносит нас как бы сюда. Но мы к ней вернемся в самом конце. Дальше, друзья. У нас здесь есть обзор строя. Смотрим, что мы здесь, ребята, видим. Вот видите, вот эти с замочками навыки у нас есть. 24 штуки здесь в самом верху. И один мы выиграли пехотный. Это сейчас уже новый дополнительный. 24 у нас имеется. И 21 мы как бы добыли. А это ваши базовые навыки, которые вам никуда нельзя вообще, друзья, потратить. Они как бы у вас не... Они улучшаются у вас, как обычно, да. Но и вам их нельзя разобрать. Вам их нельзя сломать. Как, например, можно сделать с зеленым навыком. Вот видите, у нас есть зеленый навык, который я только что выиграл. Мы можем его взять, так вот, жмак и разобрать. И получим непонятно что вообще, друзья. На данный момент это нам никуда не пригождается. Он у нас просто падает в сундук. Возможно, что-то потом появится куда-то. Это можно будет использоваться, скорее всего, для улучшения. Но пока что это мы просто разобрали. И она у нас висит здесь медным тазом, короче. Также можно с синим поступить, с фиолетовым и со всеми остальными навыками. Но, естественно, мы их разбирать не будем. Дальше, друзья. Здесь у нас... Есть еще одна кнопка, называется набор строя. Набор строя, это вы можете набрать для себя строй. Видите, здесь у нас имеется пять. Четыре это базовые наши были. И один мы выиграли с вами сейчас только что, который вы видели. Я даже не знаю, какой я выиграл, потому что они... Так, ага, я выиграл вот этот вот, пятый. Здесь сразу же у него проценты вон какие-то есть. Все по-английски, друзья, непонятно. Но он реально, мне кажется, крутой. Сила 720 у него. Эти у меня с по нулям, потому что это у нас наши базовые. Я вообще не улучшал строй на ферме. И здесь у нас, друзья, есть кавалерия. Это также базовые четыре навыка. Лучники базовые четыре навыка. И тележка базовые четыре навыка. А здесь у нас уже, видите, синий появился тот, который мы выиграли. И на нем не стоит замочек. Потому что если вы выиграли, я так понимаю, фиолетовый строй, то вам игра его сразу же прячет с замочком. Типа, не сломай его, дружище. Типа, не потеряй. Чтобы вы потом не рвали у себя волосы на голове и не переживали по поводу этого. Поэтому грамотно сделали, поставили на нем замочек сразу же. Все. Две кнопки эти разобрались. И мы, да, что, для чего, куда нажимать, все понятно. Дальше, друзья, здесь у нас вот демонтируй все. Если демонтируй все, не стоит нажимать. Вы это сломаете, как раз вот тот навык, как я вам показал, с зеленым. Вы сломаете синий, и можно нажать сюда, и сломаете также рыжий. Но они у вас как бы не ломаются. Вы можете с них замочек снять, которые не родные ваши. Их можно сломать. Но родные нельзя. Демонтируй все. Все это не надо делать на данный момент. Что еще у нас есть? Перейти, оборудовать. Перейти, оборудовать. Это мы снова возвращаемся в строй. Но мы сейчас к нему пойдем. И вот еще одна кнопочка здесь внизу, в левом углу. Это, друзья, как вам сказать, типа показывает, что у вас имеется здесь. Качество. Вы можете здесь выбирать себе. Пока то, что здесь переводы корявые, непонятно. И вы можете, например, когда у вас накопится тут портянка такая в тысячу строев. Вот как видите, здесь у нас есть 18 из тысячи. Чтобы вам их легче было искать, вы здесь можете это настроить. Суть здесь такая же, как и сейчас вернем в кузницу. Я вам покажу. Заходим в кузницу. И вот здесь настройка материалов. Чтобы вам было удобнее искать. Вот что это такое, друзья. Например, вам надо там строй. Только лучников. Вы выбираете только его строй. Только тележек. Строи только рыжие. И там качество, короче. Уровень строя. Это все убираю. Так, начали много писать. Ставлю на паузу. А то невозможно будет, друзья, ролик продолжать писать. Так, ну все, возвращаемся. И, друзья, теперь мы идем в главное. По центральной у нас ячейка. Здесь у нас страница строй. У нас также все осталось. Древний римский щит. И... Который у нас там был арбалет. Вот они у нас имеются здесь. Страница строя. Один, два. Вот вы их можете выбирать. И у вас здесь уже другой будет строй меняться. Вот те четыре... Точнее, те двадцать четыре рыжих навыка. Это вот, друзья, вот они здесь. Вот они здесь у нас висят. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не двадцать четыре, друзья. Извиняюсь. Шестнадцать. Заговорился. Вот здесь шестнадцать. И здесь у нас шестнадцать. Это наши базовые рыжие навыки. Что здесь, друзья, можно сделать? Во-первых, слева кнопка у нас внизу красная. Это применить. Это поставить его на оборону. Этот строй ваш. Который вам нужен. Допустим, я использую арбалет. Здесь у нас это возврат для получения, где мы изначально говорили. Опять возвращаемся сюда. А здесь у нас есть комбинация строя. Сейчас я вам покажу, что это такое. Так. Каждый строй вы можете снять, друзья. Каждый строй. Вы нажимаете, например, на лучников. Да, вот вы, например, начнем. Вы, например, пехотник, да? У вас есть пехотный строй. Один, два. Вы сняли все остальные строи. Допустим. Вот они здесь у нас снимаются. Так. Куда мы там можем пехотные? Видите? Здесь мы можем ставить уже на место кавалерии. Лучниковый строй, допустим. Экипировали. Здесь мы можем ставить пехотный строй. Я так понимаю, и чем у вас больше пехотных строев всяких, вы их можете также сюда ставить. У вас будет больше процентов на пехоту. Или на кавалерию. Или еще на что-то. Также вы можете обратно поставить все, что у вас было. Снять все это дело. И поставить родные ваши строи. Ну, реально. Если вы играете, например, на кавалерии, да? И вы каким-то чудом выиграли там уникальный строй рыжий на кавалерию. И качнули его, то, естественно, лучше поставить его и брать, например, тележку. Вот в чем тут суть. Так. И здесь вот этот мы выиграли с вами. Давайте попробуем его немножечко улучшить. Улучшается не здесь, как обычно. Поехали. Сразу вам продемонстрирую все. Улучшаем. Смогли мы лучше с вами ее до 11 уровня. Все. Например, вы это улучшили, сделали, и потом подумали. Блин, что я сделал? Да, нам это не нужно. Вот как бы это все вернуть? У вас здесь есть минус. Нажимаете на минус. И у вас откат происходит. Все, что вы потратили, вам снова вернулись. Я вам сейчас снова это покажу. Был у нас 11 уровень. И снова мы 11 уровень. Вообще, это круто сделали, реально. Например, у вас был сделан строй арбалета, да? Там на 40, на 35, там тележки, что-то вы сделали. И вы жалеете об этом, вы хотите сделать римский щит. То вы сейчас просто берете, заходите в игру, скидываете с него все. И идете, качаете себе свой щит древнеримский или арбалет, что вам угодно. Вот как-то так. Также еще, друзья, что можно сделать? Здесь у нас есть комбинирование. Комбинировать. Например, у вас есть три синих строя и зеленые. Почему? И я сказал, что их не нужно ломать. Потому что вы можете потом это синтезировать и улучшить. Из зеленого можно сделать синий, из синего фиолетовый, из фиолетового, естественно, рыжий. И вот как-то так получить максимально строй для себя, зачаровать его и поставить к себе на место настрой, который вы используете. Вот, друзья. В принципе, все понятно, все легко. Я разобрался здесь вместе с вами на данный момент. Немножко еще до этого почитал. К сожалению, здесь еще не работает обоснование. Опа, появилось, друзья, не было. Здесь еще все так же можно почитать. Ну, естественно, читать вы все умеете. Я вам это не буду читать. Флаг, тренировка строя. Все же здесь показывается у нас. Оранжевый строй. Шанс. Видите, друзья? Я попал в 2% шанса вот этого. Мне выпал сразу же строй. Всего лишь 2% и шанс, что вам выпадет вот этот строй рыжий. И он мне выпал. Сегодня, значит, удачный день на моей ферме. Очень жалко, что не на главном замке он выпал, а только на ферме. Так, что еще, друзья? Друзья, вам тут главное такое интересное рассказать. Все, комбинирование рассказал. Снять, как рассказал. Улучшить, как рассказал. Как добывать, рассказал вроде все. Ну и все, друзья. На этом все, все в принципе понятно. Напоминаю еще раз, друзья. Здесь мы добываем строй. Скорее всего тут будет донатная какая-нибудь фича. Тут куча пакетов можно будет купить и добыть быстрее этот строй. Здесь мы добываем. Здесь мы настраиваем то, что нам нужно. Какой цвет, какой что. Здесь мы смотрим просто, что у нас появилось. И под куда. На пехотной, на кавалерии. Также здесь можно замочки будет поставить. Открыть, закрыть их. Видите, друзья, чтобы, например, вам не разобрать или не сломать. А здесь уже мы все настраиваем, как нам нужно. Ставим оборону. Ставим защиту. Ставим нападение. Крутим, вертим, короче. Запутать, хочем настрой. Как нам лучше настроить. Кто-то пехотник, кто-то лучник, кто-то кавалерист. И все. Как вашей душе угодно настраивайте. На этом, друзья, все. Надеюсь, все понятно объяснил. Реально старался максимально грамотно все и ясно объяснить. Жду ваших лайков, друзья, комментариев. Ну, естественно, подписку на канал, друзья. Давайте накопим меня на канале. Соберем 4000 подписчиков. Буду вообще рад. Рад, безумно рад. Канал развивается. И меня это очень радует. Поддержите меня, друзья, лайком обязательно. Все, всем спасибо. С вами был Джокер. Всем пока. Ну, а я погнал, короче, что-нибудь еще побоюю и поиграю. Сегодня у нас еще поле, турнир будет. А ребята, кажется, пока я здесь болтал, кого-то сбаранули. Но это уже совсем другая история. Все, друзья, всем удачи.